доброе утро друзья ну что за окошком идет сказочный сказочный снег пасмурно солнышко нет а у меня новая операция и итак смотрите что я хочу сделать с правой стороны лежат стеклышки из шкафов на кухне я же красила все это конечно же сняла а рядом лежит зеркало которое я привезла со старой квартиры и у меня есть стеклорез очень рада что размер зеркала практически подходит под размер вот этих двух стекол со старой кухни я хочу конечно же эти стекла заменить этим зеркалом и думаю это будет бомбическая идея поскольку эти шкафы зеркалами теперь уже зеркалами я надеюсь что у меня все получится будут висеть в моем рабочем кабинете вот в той комнате которая буква г она же и гостиная вот смотрите как монке нравится наблюдать моня тебе интересно да ты такой любопытный мальчик а кто там там еще один красавец да да ты позируешь да ты артист у нас в общем померила я где-то на сантиметра два если разрезать пополам вот этот размер будет на два сантиметра длиннее вот этих двух стеклянных полотен и эти два сантиметра совершенно не сыграют роль при крепеже просто нужно будет перенести точки крепежа которые есть сейчас в кухне ну с другой стороны шкафа да мы просто их перенесем и не нужно будет делать три отреза зеркало то есть я думаю что это понятно этот сантиметр не сыграет роли вот вчера я еще чем занималась вот это кстати ящик из кровати их таких 4 видите кровать полностью деревянная даже боковушки у ящиков вот они все деревянные может быть здесь и и клееное дерево но все-таки это дерево не знаю хватит ли у меня этой краски чтобы покрасить и внутри ящика конечно бы хотелось но если нет я тогда более дешевую краску использую для внутренней окраски этого ящика очень хорошая кровать вместительная видите вот так вот сделан ну чтобы можно было удобно открывать без ручек она вот с таким вот вырезом под руку два ящика у меня скорее всего не будут открываться поскольку там будет мешать тумбочка ну помните я рассказывала что эта кровать шла с полочками и конечно все ящики открывались но теперь вот перетрубация ничего можно будет отодвинуть тумбочки положить в эти ящики то что редко чем пользуешься может быть елочные игрушки может быть еще что то то чем редко пользуешься и тогда у меня останется всего лишь два ящика но это я немножко переключилась на тему но все же эта тема рукоделия тема ремонта а сейчас я вот вынула зеркало лёшик мне привез стеклорез буду сейчас разрезать это зеркало пополам конечно я не буду показывать в кадре у меня нет такой возможности а вдруг еще и не получится в общем я это сделаю за кадром а уже потом покажу вам результат проделанной работы ну что друзья без мужских рук никак не обошлось вчера встретил алексей дмитриевич а у самой не получилось у меня ничего от слова совсем не получилось отрезать зеркало ну алексей дмитриевич и получилось это просто за одну секунду лёшенька какой ты умелый какой ты умница вот сейчас немножечко переставляем крепления потому что я вам говорила что зеркало чуть-чуть на сантиметр больше и чтобы не делать много швов в общем сделали один ты легче переставить вот эти креп крепежные монтажные вот эти вот штуки на которых держится зеркало ну с одной стороны нужно будет их убрать перенести и все и вот сейчас алексей дмитриевич это делает не смогла я снять этот торжественный момент самый страшный момент вот когда сделан шов и нужно отломить так скажешь ну да а вот не смогла я это вам показать потому что тоже была задействована лёшек сказал вот садись здесь и сиди вот сейчас мы это все с немножко нужно она толще чем наверно чем то стекло которое здесь было вот лёшек все это дело делает так что друзья конечно же без мужских рук очень тяжело очень тяжело придется еще какую-то да ну вот это потому что она ложится на на петлю понятно ну сейчас сейчас передвинем лишь может подержать что-то сейчас я откручиваю сантим снимаю ну надо подержать друзья сейчас отключусь а то чтоб мы беды не наделали от радости так что друзья не выбрасывайте старые зеркала сейчас я покажу вам как это красиво смотрится вот осталось немножечко чуть-чуть прикрепить улетел ну ничего сейчас найдем лишь дом туда же на плиту ну еще есть такие мелкие я тебе найду я же все у меня есть я даже знаю где это лежит найдем но она уже как бы вот держится то есть теперь уже не страшно перенесли мы мы алексей дмитриевич перенес вот эти крепления старое зеркало будет теперь висеть в старом шкафу и все теперь будет новая вот так вот старое зеркало в старом шкафу теперь новое зеркало в ушка ну да теперь вот новое зеркало в обновленном шкафу в итоге получится можно я сейчас закрою просто вот буквально хорошо давай одну я туда поставлю давай 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 какая красота красивая главное не заплету заплету я косы и и такое же сейчас поставим вот в этот шкаф все закроется то но вот эти шкафы пойдут в мой рабочий кабинет там будет лежать пряжи будут лежать спицы ну и все что связано с рукоделие ну вот такая красота я не показываюсь еще в ночной рубашки скорее быстрее снимать контент смотрите как красиво это друзья это очень красиво вот вам еще одна идея заменить стекло на зеркало и во-первых расширится пространство во вторых это очень очень красиво ну что а мы сейчас будем крепить вот в этот шкаф зеркало я там тоже разгреблась вчера конечно же еще ничего не выбрасывала что-то пойдет в летнюю кухню ну так более-менее по протирала навела порядочек конечно же это все будет сниматься но когда это будет до кухни еще далеко сейчас будем заниматься собирать кровать вешать бра ну и там по ходу действия все вам буду показывать ну что друзья чайничек закипел дело сделано посмотрите как красиво это смотрится это вот один шкафчик и вот второй шкафчик вот так вот это смотрится со стороны мы так сидим с алексеем дмитриевичем сейчас будем пить кофе лешенька ты накладываешь кофе да я вчера спекла запеканку сейчас покажу вам ее расскажу рецепт только она уже съедена наполовину да нет я два кусочка вчера съела всего я два а мы же обычно торты запеканки и прочее режем на четыре части там и больше вынесли дим да вот и немножечко сейчас передохнем вот попьем кофейку поедим запеканочки и продолжим работу друзья но это просто песня это не шкафчики сейчас стали это вообще кухня стала другой мы сидим рассуждаем можно было просто поменять столешницу и не покупать новую кухню но эти шкафы мне тоже пригодятся все равно нужно в летнюю кухню что-то ставить я уже говорила в рабочий кабинет не нужны шкафы так что эта кухня тоже конечно же пригодится ну вот мы заливаем кофе и сейчас будем пить вместе с запеканкой и так запеканочка рассказываю рецепт две пачки творога по 300 грамм я покупала лебедянский один пакетик изюма здесь три яйца сахар по вкусу немножко соли разрыхлитель или чайная ложка соды погашенная уксусом и манка здесь нет ни ложки муки манка где-то 4 столовые ложки 45 вот сюда положила 5 все это оставляем на полчаса можно больше для того чтобы манка разбухла это обязательно когда проходит полчаса я вот в этой разъемной форме кстати в этом покупала в светофоре 230 рублей очень хорошая форма вырезаю лист бумаги смазываю маслом можно присыпать сверху манка но в этот раз я даже не присыпала забыла если честно а до ванильный сахар еще или ваниль можно цедру лимона или апельсина это тоже по вкусу все выкладываю форму сверху присыпаю корицей если вы любите и ставлю в разогретый шкаф на 200 градусов на 15 минут через 15 минут уменьшаю температуру до 180 и еще на 15 минут все запеканочка ваша готова я это делаю очень часто это очень быстро и это очень-очень вкусно вот всем приятного аппетита но сейчас покажу о стеклорезах расскажу немножко тут что-то как-то забыла значит вот это обычный стеклорез это лёша покупал не очень хороший сразу хочу сказать а этот стеклорез я вчера обошла несколько строительных магазинов города чеплыгина и нашла только в одном ни в одном магазине все раскуплено это алмазный стеклорез а 250 рублей не деньги но он хороший заправляется маслом вот здесь откручивается я что-то туда заливала но можно и без масла если отрезать нужно совсем немножко и здесь металлическая ручка вот в чем чем он хорош здесь металлическая ручка потому что почитав отзывы на озоне вчера выбирала вот такие есть деревянные ручки кстати мне продавец сначала предложил с деревянной ручкой говорю нет с деревянной не пойдет она ломается и потом он вот достал вот этот с металлическая ручка удобная она не скользит видите она такая шершавая ну тут вот такие прорези на ней сейчас покажу вам если выбросила вот так вот выглядит упаковка титан называется титала титала а я титан прочитал даже даже вообще не знаю ну как то вот так вот вот короче это алмазный стеклорез думаю что нам еще пригодится в хозяйстве все пригодится ну а мы с алексеем дмитриевичем сейчас довольны попьем кофе вообще друзья я прыгаю я прыгаю отчасти как же это красиво сейчас смотрится если вы видели как она еще сама стеклорезиком этим нарезала да я вчера нарезала кучу сделала в общем этих швов думала наверное отрезать полностью зеркал стеклорезом но алёша приехал сделал своими сильными мужскими руками один шов потом положили это зеркало на стол я вот здесь а еще заклеили скотчем на всякий с двух сторон по краю реза мы заклеили скотчем но это на всякий случай вот и лёшек потом нажал и хоп а да друзья еще секретик то есть кладете зеркало а с нижней стороны нужно вот так постучать нашим же стеклорезом да вот этим же стеклорезом тихонечко постучать а потом отломить можно сказать это зеркало так что вот такие лайфхаки вот немножко секретика ну а мы начинаем свою трапезу всем приятного аппетита процесс пошел вешает лёшек бра кстати очень хорошая бра я уже вам показывала меняет направление влево-право она вам все покажет уже да ну надо же сам процесс показать единственное что здесь вот это выключатель дерни за ниточку вот там нужно чтоб не выскочила не выскочил этот механизм иначе потом его сложно вставлять это его не сложно ну чтоб работала правильно вставить вот я сейчас соберу еще вот такую лампу чтобы уже был полный комплект и будем ждать уже тогда тумбочки шкаф и все спальня уже будет готова еще нам нужно сегодня вот сюда разобраться вот с этими наличниками облагородить а еще плинтуса здесь вот плинтус короче работы еще много но все потихонечку движется к логическому завершению хотя в своем доме наверное ремонт это длиной в жизнь на лес но я монка тут помогает любопытные помощники стопашку моня ты помогаешь да помогаешь это я лампочки принесла да 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 пакеты мы тоже любим в этом пакете лампочки да обязательно туда надо залезть до моно он обязательно залезть что там проверил все нормально все хорошо монка 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 шмонка шутит обунюхал шутит обунюхал такой красивый да 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 ну что осталось один винтик и все да нет еще немножко убрать вот там внизу ну там тряпочка сейчас протру все-таки сверлились дырки ну там совсем чуть-чуть чуть-чуть да и все ну что друзья бра на месте вот так вот сейчас это смотрится и посмотрите как хорошо это гармонирует с этими обоями здесь тоже вот такие фонарики это же почему-то белого цвета и на стене теперь фонарики тоже белого цвета в общем красота красивая как я люблю это говорить спальня начинает приобретать новые очертания но мы продолжаем трудиться ну что друзья стали собирать мы кровать с лёшиком вот вы видите о чем я вам говорила вся кровать это чистое дерево очень хорошего качества и скорее всего я все-таки красить его не буду очень хорошо смотрится и на контрасте с полом и думаю что будет хорошо смотреться и с тумбочками и с этими обоями в общем соберем поставим посмотрим а дальше будет видно стали собирать не хватает штучек я не знаю как они называются лёшик сказал что это шпон вот такие сейчас я переверну если здесь нет здесь и нет ну короче для соединения мебели да что ж такое то даже на глаза не попадается и здесь нет сейчас сейчас найду покажу вот вот такая штучка которая соединяет детали мебели вот ее надо найти ику и купить лёшик сказал что без нее ничего не соберется вот эта штучка такая деревянный такой круг лишок в виде цилиндрика при помощи которого идет соединение деталей мебели в общем если не найдет сказал что не сможем тогда собрать кровать очень переживаю хоть бы нашел но если не сегодня придется тогда где-то искать другом месте может быть в интернете ну а где еще наверное в интернете моня как же все интересно коты прям ликуют коты ликуют все изучают все им надо все им интересно новый запах до монем пусть это запах старой квартиры в которой живут сейчас новые хозяева пока лёшик пошел в магазин я решила еще лучше красивее сделать зеркало вот обратная сторона видите вот здесь идет царапина в том зеркале она идет прям вообще во всю казалось бы ну и вот здесь вот ну старые зеркала вот уже нарушена это изнаночная сторона так скажем и мне это не очень нравится я хочу чтобы было идеально что я делаю на озоне я заказывала вот такую или самоклеивающуюся ленту естественно вырезала все по размеру сняла зеркало и при помощи вот этого резинового шпателя которую мы с вами клеили обои и выгоняли лишний воздух и клей вот тоже самое я сейчас вам не смогу показать но это делается при помощи шпателя вот так не а снимаем сразу вот эту ленту она снимается постепенно то есть приложили вот здесь и тихонечко медленно никуда не торопясь вот так прижимаем и с той стороны вытаскиваем эту ленту и все у нас будет ровненько и идеально и тогда с обратной стороны при открытии шкафа у нас тоже все будет красиво ну вот и все готово посмотрите никаких пузыриков здесь нет мне как-то писали что эту ленту очень неудобно клеить друзья все удобно если знать как правильно это сделать вот смотрите по моему идеально нигде никаких пузыриков как будто это дерево все что было лишнее возможно вот здесь просто ножничками вот так вот ножнички возьмите и вот так проведите она прям режется даже резать не надо просто ножницы поставили вот так вот ведем и все лишнее уйдет ну вот такая красота красивая сейчас мне останется сделать проделать то же самое и с этим зеркалом и все вот это все вот эти потертости все конечно же уберется